В декабре, расскажу забавную историю, в декабре 2004 года, ужасно далеко вот сейчас, притащился к нам какой-то поэтишка и начал чего-то писать стишки, публиковать. Ну ничего, не бесталанный парень, мы начали его публиковать, конечно, и вот он, а у нас там форум был, помимо, собственно, сайта, и вот как-то раз он в него залез и чего-то там нахамил тогдашнему главреду. Он был недолго тот главред, но он, в общем, был. Тот, а я был замуж главреда первым, и этот мне написал, я бы сейчас этого чувака выкинул нахер с сайта, я бы не, не надо, потому что, ну, ты видишь, не бесталанный чувак, короче, я его отбивал, наверное, неделю. Сейчас речь идёт, главреда была Сергей Бедаев, а этот поэтишка неизвестный тогда никому совершенно, был сейчас ныне известный Андрей Орлуша. Вот оно как. У меня огромный опыт литературного менеджмента и таких фамилий, и таких историй, которые я сейчас рассказал, их миллион, два, три, десять. Огромное количество благодаря нам стало писателями, поэтому. Вот я делал такой проект, Мулинрушин назывался, политический ротический глянец. И Дмитрий Львович Быков писал. Да, да, и Дмитрий Львович Быков. А Михаил Леонтьев что-то не писал? Писал обязательно. Он работал в Родионове тогда. Он был обязан писать в Родионове. Владимир Леонтьев, мой один из ближайших, дорожайших друзей. Да? Да. Поговорим о нём тогда. Я его очень люблю. О нём тоже поговорим. Я Карлуша просто подвожу. И Быков, когда представлял на страницах издания Орлова, он назвал его самым интересным поэтом Земли русской. Из ныне действующих. Ну, Быков любит такого рода эпитет, потому что Быков вообще человек пустой. Ох, во. Так, значит, мы перейдем. Я хотел как раз отдачу вопроса Быкова. Кстати, вот я хочу заявить впервые в эфире, что я Дмитрию Быкову морду разобью при встрече. То есть, лучше не попадается. Это надо встать в очередь большую. Я очень лягко стою. Вот при встрече я расшибу ему морду просто его жирную. И он отлично знает, за что. Недавно, 8 марта, погибла одна из двух любимых женщин всей моей жизни, поэтесса Лолу Льдова, небезызвестная. Эта свинья написала о ней рецензию с какого-то хрена. Абсолютно пренебрежительного характера в эту новую газету. Просралось аж целой статьей. Ой, прости, Терм. Нет, это нормативный. И этот Дмитрий Быков написал о ней статью. Мало того, что он в шестом году брал мне... Это не Кроуд был, то есть, он писал, уже понимаешь... Мало того, что этот подлец, у меня в шестом году брал интервью для своего собеседника, и тоже меня по-всякому показал, так как я не показывал. В смысле, он... Он отселятина добавлял в мою прямую речь. Это удивительный факт. Это свинство абсолютное. То есть, с тех пор я забыл просто его существование, никогда не вспоминал. Но сейчас разбилась девушка, 8 марта буквально на днях. И эта свинья написала о ней статью, не зная о ней до ничего совершенно до этого дня, как бы написала о ней статью в новую газету, за которую, повторяю еще раз, Дмитрий Львович получит пахаре, прям сразу, как только я его увижу. А шансы к этому, сами понимаете, они совершенно точно есть. Можно воспринимать это как заявление и бежать сразу в милицию, потому что морду разобьют Дмитрий Львович. Сейчас известна, идет антикоррупционная кампания, и в интернете, внимание, прикол... Не кампания. Ну, то есть, как это называется? Не кампания разве? Нет, не кампания. Это наша политика борьбы с коррупцией. Долгосрочная и рассчитанная на положительный результат. Я вам хочу, я буду краток, я хочу вам вернуть ваши вопросы с интернета. Где посадки, Владимир Владимирович? Посадки? Вы знаете, ну, с горяча чего не скажешь, а мы все раздражены подчас тем, что у нас происходит, тем, что мы видим. И, конечно, посадки должны быть обязательно. Но, кстати говоря, их не так уж и мало. Но вопрос не в жестокости наказания, вопрос в его неотвратимости. Вот это самое главное, это вам любой юридец скажет. И мы должны стремиться именно к этому. И я хочу еще раз подчеркнуть и еще раз вернуться к своей реплике. Это ни в коем случае не кампания. Мы должны последовательно проводить борьбу на подавление, на искоренение коррупции. Нам нужно бороться с коррупцией не только в высших эшелонах власти и не только говорить о том, что происходит в Министерстве обороны. Нам нужно не забывать, что людей беспокоят и тревожат на улицах городов и поселков, когда там сотрудники соответствующих служб деньги вымогают. Нам нужно не забывать, что происходит в социальных сферах. Неприятно говорить, но в том же образовании и здравоохранении и так далее и тому подобное. Нам все это нужно иметь в виду. И нужно работать по всем этим стратам и по всем этим направлениям. Мы так и будем делать обязательно. Пожалуйста. Сначала хотел поддержать коллегу. Действительно сейчас это может быть главное, о чем разговаривают люди на кухне, в трудовых коллективах. Очень беспокоятся, чтобы это не превратилось в действительно компанию. Тем более сегодня пресса пишет, что все практически по игорному делу освобождены люди, никого сейчас нет в заключении. Когда обсуждают люди, что в меры перечения выделяется домашний арест в 13 комнатах, это кажется людям не очень адекватной реакцией. Поэтому здесь тоже люди будут поддерживать и просят вперед. Извините, я, если позволите, сразу же выскажу свое мнение. И я уверен, что подавляющее большинство находящихся в зале здесь меня поддержат. Конечно, мы должны быть жесткими и последовательными, но мы должны всегда действовать только в рамках закона. И вот это непростое дело и для следственных органов, для органов дознания, для судов работать грамотно, квалифицированно и доводить дело до окончательного решения. Почему я это говорю? Потому что по многим составам коррупционного характера, вообще в экономике, процесс доказывания достаточно сложный. А только выносить решения судов, приговоры судов, только потому что мы уверены в том, что человек совершил преступление, но не смогли набрать доказательств, нельзя. Иначе мы скатимся опять в 1937 год. Понимаете? Вот что следует. Да, это тоже правильно. Итак, здравствуйте, мой маленький приветствитель. Друзья, я запихулюсь в гримёрке, здесь будет проходить запись передачи прямой эфир на разделе, посвящённой педофилам, борьбе с педофилами. Многих врачей. Кто сидит в соседней комнате, по его словам, известный писатель Багиров, азербайджанец, который что-то обещал залить крови русских людей. Ну что, слушай, вот смотри. Пойдем, пойдем, я с тобой говорить не буду. А ты скажи, пожалуйста, вот ты почему о жадости про меня писал, что-то рассказывал. Давай сядем, я тебя пить не буду. Если будешь дергаться, куда ты собрался? Зачем ты взял? Есть, а есть. Уберите телефон. Уберите телефон. Уберите телефон. Мобилу взял? Ты понял, я? Так, сел, сел ровно, сел ровно, сказал. Свою мобилу в карман убери. В карману мобилу собери. Поймал какого-то урода. Поймал врага русского народа. Ты согласен с этим? Ты что, гонишь, что ли? Подожди, ты что про русских говорил? Ты что говорил про русских-то? Бери свои руки. Кровь же ты зальешь там, как дай поближе. Кровь русских ты зальешь землю, да? Послушай, ты что упоротый? Флаг зеленый будет там где-то развиваться. Ты что, упоротый? Нет, я слышал, что ты говорил. По-моему, ты упоротый. Про меня что-то пиздил. По-моему, ты упоротый. Слышишь, что я? Я тебе говорю. Нет, нет, нет. Слышишь, ты не устраиваешь. С тобой? Конечно. Подожди, ты же боец. Ты что, у меня заявление пишешь? Я с быками, блядь, не примитиваю. Слушай, а что ты вот Подкина сразу там нахуй, пошел, кидр? Что ты мне такое не говоришь? А? Почему? Куда ты собрался? Макс. Только дёрлись. Пальцем не троню. Не тронешь? Садись, садись. Слушай, а ты... Нет, дай просто обсудим с тобой твою политическую позицию. Роль твоя в этой передаче. Ты защищать педофилов пришел? Почему? Или ты просит педофилию? Почему? Нет, просто вопрос. Я вообще охуел, что ты сделал? Да ты включи как-то интеллект. Зачем у меня с тобой? Тогда включи мышцы. Я более полезный. Давай, или интеллект, или музыка. Что ты сейчас включишь? Я в чем-то так издевался. Пойдем на улицу. Пойдем на улицу. Пойдем на улицу. Пойдем на улицу. Ты сейчас пойдешь на улицу. Чего ты нервничаешь-то? Все нормально же? Я тебя не бью, ничего? Попробуй. Ничего я тебя не забрал. Попробуй. А что будет? Заявление. Ты что, напишешь заявление? Попробуй. Ну скажи. Конечно, напишу. Напишешь? Вот. Известный боец, как на Поткина напасть. Поткин же еврей, тощий, слабый. Пошел на хуй. А мне еще такого не говоришь? Ты же что-то по скайпу там в емнице. Я тебя вообще не помню. Как же не видишь? Ну вот, я здесь, а ты не видишь. Ну ладно. Вопросов, в принципе, к тебе нету. Ты педофилу точно не защищаешь? Все нормально? Слушай, как не выяснился. Ты мне что, попросили? Вопросы задавал. Сейчас. Я там тоже допросил. Слушай, а вопрос. Как ты относишься к закону о защите чувств верующих? Я с тобой не собираюсь. Ну скажи, ну скажи как. Ну скажи. У меня вся моя позиция вложена. В свинтере позиция. В это, в двадцать слов. Слушай, мы с тобой уже закрываемся. Закрываемся. Сейчас камеру так опущу. Угу. Не надо. Не надо. Чего ты? Милиция называется? Сейчас наступаем самые тяжелые, горькие минуты. В следующий раз. Слушай, скорее всего. А что ты... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok